Да, аж я так чуть-чуть сейчас, как говорят, до мурашек, когда вспоминаю этот момент, это было очень неожиданно. Совершенно неожиданно я бы могла сказать, что Христос ворвался просто. Я вам описываю свой опыт Бога. Вы говорите, а с чего вы взяли? Как мы померяем это? У нас нет инструмента, линейки, благодать метра, как мы говорим. Сколько количества Святого Духа посетило меня вчера? У меня другая молитва стала после ваших психологических курсов. Добрый день, дорогие друзья. Будучи христианами, мы призваны всегда и во всем следовать за Иисусом Христом. Однако часто наши разговоры сводятся к политике, экономике, коронавирусу и так далее. Именно поэтому мы записываем на нашем портале цикл «Где я и где Христос», с которым, я думаю, вы уже хорошо знакомы. И сегодня у нас в гостях Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для Церкви». Добрый день, Марина. Добрый день, Алексей, и здравствуйте, дорогие наши зрители. Все наше сегодняшнее интервью будет посвящено вашему опыту восприятия Христа. Понятно, что это очень деликатная тема, и, возможно, какие-то вопросы будут вызывать у вас затруднения, сложности. Может быть, на что-то вам не захочется отвечать. В таком случае просто говорите об этом. Это все предусмотрено. Хорошо. И первый и, пожалуй, основной такой вопрос для нашего интервью. Кто для вас Иисус Христос? Тот, с кем точно хорошо, тот, с кем рядом наступает такая, я это называю, проточность и прозрачность для меня. Такая простота, ясность, легкость. Прозрачность, прозрачность, когда нет мути, такое. Тот, с кем все можно. Тот, кого невозможно схватить ни в какую рамку. А очень хочется. Так, посадить сейчас сюда, третьим. И, как на фаворе, сделать три коща и остаться. И это зацементировать. Страшно хотелось бы, но невозможно. Это меня немножко, ну, как бы не устраивает. Но это, конечно, про такую неуловимость, невозможность писать ни в какие рамки какую-то, наверное, максимально недоступную мне свободу. Наверное, так я за него додумывала. Когда я слышу ваш вопрос, кто, я думаю, ну, наверное, здесь такие ожидаемые ответы. Друг, брат, вот что там бывает, собеседник. Учитель. Ну, вот такие поставься, да, какие-то были ролевые. И я обнаружила, когда слушала ваш вопрос, что да, у меня есть эти ответы. Но почему-то я стала говорить так. Наверное, с большей опорой на субъективный опыт. Да, спасибо большое за такой честный ответ. Как вообще получилось, что Христос вошел в вашу жизнь? Как кажется, не знаю. И я сейчас думаю, а был ли этот момент, что он вошел? А может быть, он был всегда, но просто я этого не видела. Можно ли сказать, что была какая-то жизнь, когда он в нее не вошел, а потом вот он вошел? И вы как будто об этой точке входа спрашиваете. Но можем ли мы так вообще не мыслить, что она существует? Другое дело, ну, понятно, про что. Спрашиваете, про мое восприятие, да, когда это для меня стало как-то. Тут, наверное, так очень сложно говорить. Похоже, придется различать. Я, в принципе, подозревала, что это придется делать. Как бы Бога как вообще вот просто, что есть Бог или как-то, ну, как-то вот так, что ли, не без конкретики. Некто Бог. И вот Христос как конкретно мы обсуждаем там, да, вот уже какого-то гораздо более конкретного, что ли, не знаю, если можно корректно так говорить. Воплощение Бога. Да, но субъективно это тоже немножко разное, ну, изнутри моего восприятия, потому что, наверное, опыт прикосновения к божественному, ну, или как еще сказать, ну, какого-то переживания. Связанного с Богом как-то. Этого было раньше и больше, в смысле, это было раньше, по хронологии. А вот так, я, конечно, знала, что, да, там Троица, все такое, литургия, Евангелие. Но сказать, что я прямо могла субъективно дать отчет, что вот сейчас я это проживаю, какой-то опыт, как контакт именно со Христом, а вот сейчас как-то вот с Богом, а сейчас с Духом Святым, а сейчас с Отцом. Ну, вот это вот, ну, это и сейчас-то сложно, но много лет в моей церковной жизни это было точно невозможно. Вот так я бы, наверное, сказала. То есть я могла сказать, да, вот сейчас это что-то про Бога для меня или там, ну, какие-то моменты, не знаю, вот особенно это было раньше для меня очень жестко связано с таинствами, ну, с причастием прежде всего. Да, и вот состояние после причастия я могла маркировать как, ну, что-то явно, ну, некое переживание, связанное с Богом для меня. И тут как-то вроде вопросов нет. Но выделить, что это именно Иисус, хотя вроде бы понятно, что мы причащаемся, соединяемся со Христом, головой, но опытно, наверное, честно можно сказать, что это было много лет. Я думаю, что лет, ну, уже моей активной церковной жизни, там, ну, порядка десятка, может быть, примерно. Не скажу, что я прям могла различать, наверное, я повторяюсь, но вот, что да, это вот сейчас про Христа. Вот все эти переживания, ощущения Бога, которые вы описали в самом начале интервью, они тесно связаны для вас с христианством. Конечно. Почему не с буддизмом, почему не с исламом и так далее, да? Как вы опознали Христа в своем опыте? Да, это очень крутой вопрос, конечно. Тут надо честно сказать, что у меня просто не было другого опыта. Не было такого, что я сходила на какие-нибудь практики буддийские, провела там, не знаю, не один год, а потом, да хоть раз бы я сходила. И куда-нибудь еще. И здесь, конечно, я думаю, довольно классический сюжет – влияние культуры, среды. Я всю жизнь родилась в Иосифовском Москве. Культура явно с доминирующим православием. Меня крестили после смерти мамы без моего на то особо желания. Мне было 15 лет. Я ворчала, сопротивлялась. Но все крестились с начала 90-х. И как-то меня как-то крестили в Ялте, кстати. Мне все это как-то не нравилось. И вообще. Ну, я еще тогда слушалась родственников, потому что 15 лет. И как-то только-только умерла мама. За мной занимались мои родственники. И как-то я, ну, повели, ладно. И у меня не было опыта изучения, исследования, знакомства с другими религиями. Ни умозрительного, ни тем более опытного. Поэтому, конечно, правомерно можно было бы сказать, что мое постепенное вхождение в опыт, который я маркирую как христианский – а с чего вы взяли, что он христианский? Конечно, да. И нет, я думаю, что до конца доказательств привести сложно. Есть просто прямая связь, что то, как я это знаю, и это длится все годы, ну, уже получается больше 20 лет такой активной какой-то, ну, что ли, в том числе церковной жизни. И сейчас уже, мне кажется, у меня появилось вот это, ну, условное распознавание, условное развлечение. Может быть, там еще лет 15 назад оно бы не было таким ярким. Сейчас мне кажется, что если мне предложить какую-то духовную практику другой религии, то я почувствую разницу вкуса, почерка и не знаю. Ну, мне кажется, я могу ошибаться. Я сужу из опыта сравнения с разными практиками психологическими, в которых нет молитвенной интенции, и они имеют другое немножко свойство. Хотя чем-то могут показаться кому-то похожими. Поэтому мне не с чем тут... Да, но я отвечаю, наверное, на два последних вопроса сразу. Вот у меня все-таки был этот период, когда, там, условно, лет 10 церковной жизни и какой-то контакт с Богом без четкого выделения личного, ну, условно, встречи со Христом вот в каком-то прям буквальном смысле. А потом у меня был опыт, о котором я даже думала, вот смогу ли я говорить. И так сложно. Я, наверное, почти никому не рассказывала. Попробую найти сейчас слова какие-то удовольные. Это было уже после смерти моего папы. Это значит примерно... Я думаю, что да, папа умер в декабре 12-го. То есть это где-то лето 13-го года. Меньше 10 лет назад. То есть это означает, что это больше половины моего христианского пути. Если это 13-й год. И я была на выездном таком мероприятии, встрече, прихода, выезд прихожан за город. Такая была неделя, выездная, посвященная теме литургии, такой выездной семинар. И там были разные формы молитв, в том числе. И вот там совершенно неожиданно я бы могла сказать, что Христос ворвался просто. И это то, что невозможно заказать, запросить, создать условия. И я очень даже смущалась как-то. Я не понимала, не знала, что делать, что это, как к этому относиться. И стеснялась обсуждать с кем-то. И потом решилась обсудить этот опыт с одной для меня очень духовно авторитетной женщиной. И она как-то мне подтвердила тогда, что да, верь. Да, это вот... Ну и сейчас, наверное, оглядываясь уже, получается, много лет прошло, я более спокойно, уверенно могу сказать, что да, это было прямо вот такое... Потому что последующий почерк Христа, он немножко узнаваем. И то, как это было тогда, и как бы то, что я услышала, если можно так сказать, это очень в духе того, как мы можем узнавать Христа в Евангелии. То есть там оно никак не противоречит, конечно. Да, аж я так чуть-чуть сейчас, как говорят, до мурашек, когда-то вспоминаю этот момент, это было очень неожиданно, так волнительно, и я так даже, ну, как-то я растерялась. Вот тот опыт, который вы описываете, как бы вы могли сформулировать, почему вы верите в то, что это не самообман? Вопрос, конечно же, очень острый, да, поскольку он касается чего-то, опять же, очень личного. Но вам, как психологу, собственно, наверняка хорошо знакомо, как люди иногда сами себя вводят в какие-то структуры мышления и остаются в них просто потому, что они их сами создали. Может быть, есть какое-то ключевое отличие между этими двумя опытами для вас? Ну, вы имеете в виду, наверное, какие-то психологические практики, разные состояния. Когда вы говорите структуру мышления, вы имеете в виду, скорее всего, не просто когнитивный конструкт, а некие состояния тоже с этим связанные, что, ну, не знаю, какой бы здесь пример. Ну, какая-нибудь, знаете, психологическая медитация такая, что там я буду думать о том, что, там, мир меня поддерживает, или там, что даже Бог меня любит даже, например. Да, я вот буду ходить с этой мыслью, и это может быть психологическая практика, а может быть духовная. Вопрос, обращаюсь ли я в этот момент всерьез к Богу, или я просто занимаюсь такой самоподдержкой. Мы называем это горизонтальное и вертикальное измерение в практике помощи людям. И вот горизонтальное – это психологическое, и про наш контакт, и про разные инструменты психологические, вертикальное – все, что про Бога. Отношения с Богом, контакт с Богом. И вы, собственно, спрашиваете у меня сейчас про это развлечение. Как я отличаю опыт горизонтальный от опыта вертикального. И я, наверное, здесь, знаете, с одной стороны хочется сослаться на отца Вячеслава Рубского, который, мне кажется, прав в том моменте, когда он говорит, что у нас нет методологии, он говорит. Иными словами, у нас нет инструментария для развлечения. И это сейчас я пересказываю Рубского, как я его криво, может быть, понимаю. Он говорит, что даже когда святые отцы описывают свой опыт Бога общения, то это такое описание, из которого мы не можем его взять и применить к себе и понять. Потому что это субъективное описание. Даже если я вам сейчас опишу, вы правильно спрашиваете? Я вам описываю свой опыт Бога. А вы говорите, а с чего вы взяли? А как мы померяем это? У нас нет инструмента, линейки, благодать метра, как мы говорим. Сколько количества Святого Духа посетило меня вчера, а вас? И это пошлость начинается. И это тут не знаешь, хорошо или плохо, но просто факт. У нас нет инструмента отделения этого опыта. Это один ответ. А получается, что остается? Остается субъективность в чистом виде и доверие своему вот этому личному опыту. И дальше мне нравится тоже пример, который приводит Рубский. Мне он нравится, поэтому я его приведу. Это как про опыт любви. Вот если вам не подойдет, вы, насколько я понимаю, любите. Но допустим, что... Ну хорошо, вы любите, а я никогда не любила. И вы мне рассказываете про... И как в ваших прекрасных фотографиях, про знакомство с женой и вот это все. А допустим, у меня нет этого опыта. И вот сейчас вот похожая штука. Я говорю, подождите, подождите, а с чего взяли, что это любовь? А вот, ну, похоже, я поняла, о чем вы говорите. Наверное, это похоже на то, как мне нравится, как сейчас качественно ведутся эти съемки. И вот они издали правды. И это опять не годится. И что происходит? Что когда я имею этот опыт, и вы имеете этот опыт, и мы вместе встретимся, похоже, да. И все равно у нас нет никаких гарантий, что мы говорим оба про любовь и говорим оба про одно и то же. Никаких. Но у нас есть субъективная сверка, и мы понимаем, похоже, да. И вот мне кажется, здесь то же самое. Мне кажется, это вообще проблема миссионерства в том числе. Потому что сейчас, ну, похоже, вы хотите, чтобы я рассказала про свой опыт Бога. А как он будет считываться? И правомерный вопрос, который обязательно должен здесь возникнуть. Ну, Марина Сергеевна, а с чего вы взяли, что это не ваше какая-то там, значит, ну, может, вы чего употребляли в этот момент, да, там, но, может быть, нет. Может быть, вы практиковали какую-нибудь психологическую практику, а, может быть, вы себе выдумали вот это любимое, да, что ты себя навыдумывал вообще, да, тем более страх прелести, ересь и вот это все. И нечем крыть это, кроме как доверие своей правде. И дальше меня поддерживает стоять в этой правде и не поддаться на эту провокацию. Ну, в том числе феномен некоторого повторения. То есть это не один раз, может быть, было там, ну, вот ярко то, что я писала, это вот один раз так, прям как-то совсем. Но есть какой-то условно повторяющийся, ну, как, знаете, вот сегодня я вас увидела первый раз вживую, а до этого только в переписке и по фотографиям. И я подозреваю, что теперь, когда я уже так вас вижу, а если еще смогу дотронуться, то потом в следующий раз я увижу, я узнаю. И скажу, о, так это же Шириков. Я же его видел уже. Понимаете? А кто-то такой, у тебя может иллюзия очки протри, у меня зрение минус 8, но я, знаете, вот так я вас вообще никак не узнаю. Так, ну подожди, подожди, что ты целашивает Шириков? Ну, ты посмотри на него. А если вы измените вашу прическу, побреетесь, пострижетесь покороче и что-то еще. И я могу вас не узнать. А вы перестанете быть Шириком в этот момент? И вот это то же самое, понимаете? Что, да, под другим видом, условно, с другой прической, может быть, это не очень хорошая аналогия, но под другим видом, в другой момент. Но есть узнавание. И оно повторяется. Я могу вспомнить, для меня это очень типично на иванских группах молитвных. Когда молится группа, это узнаваемо. Не знаю, когда какая-то встреча с человеком, и мы вместе можем в какой-то момент сказать, да, и сейчас Христос среди нас. И мы оба в этот момент кивнем, понимаете? А как мы проверяем это? Никак. Мы очень много говорим о субъективности, да, и вполне понятно, почему. Но вот если, к примеру, какой-то из зрителей говорит сейчас о том, что я хочу повторить этот опыт, я тоже хочу прикоснуться к нему, но у меня нет. Как бы вы ответили на вопрос, где найти Христа? Мне кажется, это не про где. Потому что где вообще не важно. Я прям убеждена. Я редко в чем-то убеждена. Я очень человек сомневающийся. Вот тут где вообще не важно. Потому что абсолютно в разных местах очень много свидетельств. Вот этот снег, фонарь, аптека, то есть там улица, ну все что угодно. И очень часто, кстати, первый опыт встречи с Богом у людей не в храме происходит. Наверное, знаете, эти. Ты же когда истории собираешь, это поразительно совершенно. Мне кажется, очень важно то, что, ну, я люблю такое слово «взаскуемость». Ну, вот эта интенция, вот эта потребность, вот этот поиск, вектор, жажда. Отлично. Вот самое драгоценное, я могла бы сказать этому человеку, который, может быть, сейчас спрашивает, хорошо, а мне это как быть? И я бы сказала, что, слушай, как здорово, что ты хочешь этого. Вот если это правда, что ты в своем сердце ищешь и хочешь, у тебя есть эта потребность в Боге, то я уверена, что она не останется без ответа. Конечно, хочется сразу, и так явственно, и так далее. Но вот мне кажется, скорее, что здесь можно нигде искать, в смысле где, куда мне пойти, куда мне поехать в Дивеево, или в прекрасный храм Всехскорбящих Радост на Ордынке, или где, 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 или прийти к Ширикову на съемки, тут обычно бывает так всякое такое. А это же хорошо, может быть, лучше заняться вот этой своей жаждой. И как, знаете, как этот самый родник, когда пробивается, то там надо, бывает, камни отвалить, чтобы хлынуло эта вода. И вот, может быть, нужно дать этой воде течь, дать этой жажде прорываться. Может быть, это будет скандал, я не знаю, к небесам. Ну, я тебя ищу. Но где ты? Как мне? Как мне? Какие-то люди про тебя говорят. Вот что-то там снимают. Ну, я вообще, я не верю. И есть ты, нет тебя. Но пусть это будет максимально честно. Вот здесь, чем честнее, чем это будет, ну, вот как есть. И мне кажется, что в точке искренности, я часто говорю, что мы встречаемся с Богом в точке искренности, а не в точке лжи, ну, в точке правды какой-то. Поэтому если есть эта потребность, если это не лукавое такое, ну, ну, покажите мне вашего Бога, да, где мне его найти, куда мне пойти. Это как Христа испытывали, да, там вот с лукавством. Я думаю, что это останется, скорее всего, я не знаю, за Бога, да, и может Бог и в это ворваться. Но тут, вот мне кажется, шансы ниже математически. А когда ты в простоте искренности, в этом поиске, мне кажется, так драгоценно, если это есть. И это, знаете, дальше моя боль. Это мало у кого есть. Одна из моих болей, привет, тема миссионерства, что вообще-то Бог, ну, мало кому нужен, мало кому интересен. У нас не очень-то есть в нем потребность. Но если она действительно есть, я уверена, что это так классно, это так драгоценно, это точно не останется. То есть это надо дать этому течь, дать этому быть. Думаю, что наш слушатель сейчас, который сомневался, должен быть вдохновлен. Возвращаясь к вашему личному опыту. А знаете, что я еще добавлю сюда? Вот мой опыт все-таки, но это абсолютно мой частный опыт. Вот вообще сугубо. Я прям знаю, многие люди меня обсуждали, что это какая-то вот, ну, особенность очень узкая, ее не надо на всех распространять. А что, где двое или трое? Вот я знаю много людей, у которых все хорошо в личном каком-то контакте с Богом. Вот он сам один закрылся в Кельвию, помолился отцу в тайне, там, не знаю, побылся Христом, окей. Мой опыт, что я скорее могу молиться в пространстве рядом людей, молящихся. И мне кажется, что человеку, ищущему Богу, вот это, кстати, кандидат на более конкретный ответ, где может быть среди тех людей, которые уже в этом? Вот это про преемственность традиции, что знаю каких-то друзей, знаю каких-то ребят, которые, похоже, ну, как-то уже знакомы. Не с традицией, да, а вот с духовным измерением, с Богом. Найду того, кто знаком с Богом, может быть, он меня с ним познакомит. Но через что? Но тоже через какое-то личное общение. Вот, может быть, совместная молитва. Вот в это бы я еще, ну, так, скорее верю, да, что если это, например, молитвная группа по принципу, где двое или трое, и Христос присутствует среди нас, и приходит какой-то человек искренне, это очень важно, всерьез, в открытости. Как бы я хочу, как с вами попробовать. Я вот не вот с лукавством вот с этим. И вот мне кажется, это очень классно. И мы можем вместе сказать, да, давай, вот вместе, как бы ты хотел сейчас, и найти какую-то форму молитвы с новым, с этим человеком. Вот мне кажется, это такой один из возможных способов. И все же, возвращаясь к вашему опыту, вы занимаетесь христианской психологией. И во многом, я так понимаю, для вас это путь служения Христу тоже. Почему вы выбираете именно эту дорогу? Ой, тут сразу надо уточнить, что такое христианская психология. Ну, может, не надо. Служение, неслужение. Наверное, раньше я бы думала, что это служение. Простите, к словам придираюсь так. Видимо, хочется большей точности, что ли, чтобы я отвечала на то, про что вы спрашиваете. Сейчас для меня слово служение звучит немножко пафосно. Раньше так не было. Раньше я бы сказал, да, служение. А сейчас как-то как будто бы... Может быть, так просто восприятие, восприятие, что служение, это что-то прям такое высокое. Я не знаю, служение нет. Но я просто это делаю. Тут, знаете, как... Если говорить про психологию, про то, чем я занимаюсь, когда обучаю людей практикам, присутствие рядом в ситуации помощи, таким, как помогать, как поддерживать, как утешать, как быть рядом с человеком в трудности, такие лайт-навыки условно, психологическое консультирование, очень условно. Тут такой момент, что я очень много лет преподавала психотерапию в разных пространствах и в разных психологических дисциплины. А в какой-то момент это постепенно копилось. Мне просто стало организмически, и это вот самое точное слово. Это не было, знаете, таким вот выбором. Я теперь вот, я занималась, преподавала психотерапию в светских заведениях, значит, в ВУЗе, там вот в ассоциации, понимающей психотерапии, ну, в мастерской при ассоциации. Вот я преподавала психотерапия, там разные, там, разные самые вещи. А теперь я совершила такой акт выбора и решила, я буду заниматься служением Христу, и теперь я буду заниматься христианской психологией, чтобы знать, что это такое. Нет. Это процесс, который, в общем-то, происходил сам, и это такая ломка. Вот нет хорошей жизни, я этим занимаюсь, потому что мне стало организмически просто невозможно оставаться в горизонтальной психологии. И это, я понимаю, что это очень провокативная вещь, она звучит, конечно, может звучать довольно, ну, для коллег, я понимаю, что нормально, хорошо и классно, что существуют там психологические направления, психотерапия и так далее, они не должны заниматься вертикалью. Это вообще нормально. Но я не могу. Я организмически, меня ютил, меня руками просто выкручивают соматически. У меня реально была просто соматизация. Вот я вот вся вот выкрукоживалась от того, что мне надо было пойти сейчас и провести супервизию, например, это, ну, короче, попреподавать по-простому в очередной раз хорошим учащимся, которые хотят стать психотерапевтом. Я это умею делать. Я это умею делать высококлассно. Я это делала там, я не знаю, 15 лет. Я умею преподавать психотерапию. Я не могу. Не могу. Все. Поэтому служение ли это? Это выбор мой? Я не могу. Мне нужна вот это, вот это совмещение горизонтально-вертикально. Это воздух. Я не могу не говорить со своими учащимися студентами в аудитории про Бога, между прочим. И для меня это тоже миссионерство. Вот в таком виде. Почему я в этом остаюсь? Потому что я через это могу быть с ним. Потому что в этом похоже для меня так. Я не знаю, почему так. И у меня нет ответа. Я много раз задаю этот вопрос. Но почему я могу быть с тобой на этих занятиях? С этими студентами? Это тяжелая работа. Мы с утра до ночи сейчас готовим программы, пересматриваем, делаем эти занятия. Это... Я пашу просто 24 на 7. Это, знаете, высоким словом служения. Это работа. Если кто преподает, если знает, что это такое вообще. Подготовка занятий, проведение занятий, подготовка методических материалов, продумывание там, стратегии, постановка навыка. Да это огромная работа. И просто... Иногда мне так... Ну, у меня есть какие-то кандидаты на ответ, что ну почему-то так, окей, почему-то так, почему-то так, вот почему-то так Бог входит в мою жизнь. Через эти групповые формы, через эти занятия, через то, что люди приходят, и когда они постепенно открываются... Ну, вначале, естественно, люди, группа, когда учебная, да, конечно, есть напряжение некоторое, недоверие, небезопасность, совершенно нормально. Но постепенно, когда группа... У нас курс основной идет, там вот сейчас будет пять месяцев длиться. Постепенно, от месяца к месяцу, и многие покидают, потому что тяжело учиться. Кто остается, растет доверие, растет открытость людей. И когда эта группа людей открытых, я бы сказала, открытых к вертикали, открытых не просто к получению знаний по психологии, которые мы даем, которые тоже много недоверия бывает, но когда они открываются навстречу Богу, это самое главное, самое потрясающее, что есть, мне кажется. А дальше такое, понимаете, если я могу быть, может быть, дерзновенно скажу, проводником для этого, если моими руками это может совершаться, то мне кажется, иногда я так думаю, сейчас вам скажу слухом, но иногда мне кажется, что грех будет с моей стороны это не делать. Понимаете, если я здесь, через меня это может происходить, и я вижу, как здесь люди... У нас очень много свидетельств, как наши выпускники говорят, как изменилась их духовная жизнь. даже священники с большим опытом, даже монашествующие, говорят, у меня другая молитва стала после ваших сегодняшних курсов. Понимаете, я когда это слышу на выпускных, ну, я просто плачу и думаю, что я не могу это прекратить делать. Не потому, что я это выбрала, это про то, где Бог, и все, и вот, ну, как бы, ну, это тяжелая работа, а в начале как тяжело. В этой связи почти излишним звучит вопрос, который я все-таки произнесу. Если бы вы узнали, что скоро конец света, вы бы предложили заниматься тем, чем занимаетесь? Ой, мне нравится мне про конец света. Я довольно тревожная, я начну переживать. А что же делать? Так вроде живешь. Хотя у меня совсем недавно был опыт возможной близости смерти, поэтому тут что конец света же. Ну, в какой-то мере, это сильный, конечно, вопрос, а я вот боюсь, что на все сто уверена ты. Тут я, может, как человек сомневающийся. Мне кажется, это очень дерзновенно сказать уверенное да, потому что это вот как от суммы до тюрьмы. Вот сидя сейчас здесь, ну, я скажу, ну да, но если реально. Понимаете, когда я в октябре два месяца назад лежала в реанимации в довольно тяжелом состоянии, очень страшном, и у меня там был такой приступ абсолютного материалистического атеизма в этой точке. И все, что было можно сделать, это сдать согласие на переливание крови для спасения в моей жизни. Все. И там, для меня субъективно, там вообще не было Бога. И я очень боялась, что я сейчас буду умирать в неверии и думаю, как Бог будет на это смотреть. Смотрите, какая страна, как вот я сейчас в абсолютном атеизме и материализме. Есть только мое тело, которое испытывает лютейшую боль нескончаемую. И все. И вот если я сейчас так, как вот для Бога это будет. У меня такие были вопросы, правда. И поэтому сказать сейчас, понимаете, а за неделю до этого я бы, я не знала, что так будет. Никто не знал, врачи тоже не знали. И я имею в виду, ну да, про течение какое-то такое медицинское. Да, сейчас сидя здесь легко рассуждать, как бы я себя повела, когда я узнаю, что будет конец света. Но я знаю уже опытно, что я не знаю, как это будет. И в завершение нашего интервью как всегда небольшой блиц. Я задаю короткие вопросы с, возможно, ложными противопоставлениями. И прошу вас ответить на эти противопоставления. Выбрать что-то одно, либо отказаться от выбора, ну и, возможно, как-то кратко пояснить причину. Иисус Христос друг или царь? Какой образ вам ближе? Ну, моя первая реакция друг, но я не могу сказать, что он при этом не царь. Но мне не нравится однозначное называние, он намного больше. Иисус Христос консерватор или либерал? Ну, то же самое. Ну, это все бинарное мышление. Ну, мне хочется ближе либерал, наверное, но так, с натяжкой. Но мне кажется, он вообще вне системы правил, мне кажется. За то, что я сказала, невозможную рамку ни в какую. Не вынужден. Кто или что вам ближе? Огромный собор или деревенский храм? Ну, наверное, деревенский храм. Не стяжатели или иосифлянии? Не знаю. Апостол Павел или апостол Иоанн? О, ну, наверное, Иоанн все-таки. А причастие редкое или на каждой литургии? Ну, для меня на каждой литургии, да. Ну, да. Есть ли у вас девиз по жизни? Наверное, честно, нам будет сказать, что скорее нет. А есть ли какая-то возможность сформулировать сейчас или это слишком сложно? Да, я думаю, но я попробую сейчас, да, может быть, это сложно. Как будто, знаете, в чем для меня сложность, что девиз это по жизни, это значит, что-то надо такое сформулировать, что прям точно схватят что-то самое главное, а это все так изменчиво. Я привела вам пример недавний. И сегодня так, а завтра будет по-другому. Но что-то... В таком случае можно переформулировать вопрос. Есть ли у вас девиз сегодня? Это хорошая формулировка, но все равно у меня нет ответа. Все равно у меня нет ответа. Хорошо. А знаете, что я вам скажу? Я очень люблю цепату одну. Я все время ее привожу. Она тянет на девиз. Жизнь и смерть я это цитирую. Я очень любил покойный Илья Яковлевич Гриц. Я так у него стащила, и мне страшно нравится. Жизнь и смерть предложил я тебе выбери жизнь. Вот в этом очень много для меня какой-то ну моей правды. Ну выбери жизнь. Вот что-то такое. как вы видите свою миссию в этом мире? Нет, еще хуже, чем служение. Еще хуже, чем служение. При том, что мне нравится, конечно, думать про миссию. Слушайте, так интересно, я бы еще год-два назад прям вам бы ответила с удовольствием прям про миссию, а сейчас мне как-то не нравится такая постановка вопроса. Как-то опять она, мне кажется, какой-то пафосной миссии. Хотела бы я ее знать. Мне кажется, это тоже что-то может меняться, и может быть это то, где сейчас... Ну, мне хочется ответить, будет как шаблон звучать, то, куда сейчас меня ведет Бог, или то, где я сейчас могу встречаться с Христом, или то, где сейчас открываются какие-то пути и дороги. Вот знаете, как бывает, ну, ты куда-то тыркаешься, и вот все не складывается, дверь закрыта. А вот там, где двери открываются сейчас, прямо сейчас, я думаю, что моя миссия быть здесь, с вами, потому что эти двери были открыты, я легко в них вошла, мы так легко договорились. Слушайте, сколько мы пытались договориться, между прочим. А тут вдруг пишу, а тут вдруг пишу, говорит, да, давайте, хоп-хоп, раз, приезжаю. И так, простили мне мое опоздание сегодня некоторые, сейчас, мне кажется, здесь, классно, надо быть здесь. А какая у вас любимая икона Христа? Мне в последнее время стало немножко сложно с иконами, ну, по старинке, может быть, я отвечу какой-нибудь в стиле Спасный Рукотворного, что-нибудь такое. А любимая книга Библии? Ну, я думаю, про Евангелие, вот какой из них, тут сложно. Наверное, в разные времена, по-разному. Может быть, даже, может быть, даже от Иоанна. Ну, так, к сожалению, я мало, мне кажется, все-таки читаю, как ни странно. И, так сказать, что, то есть, мне, наверное, чтобы ответить про любимую, для меня бы это означало, что вот я прям перечитываю, и вот про каждую знаю, а вот это самое. но это не так. И скорее, ну, примерно, ну, наверное, в сторону, в сторону, в сторону Евангелитана. Так. И последний вопрос нашего интервью. Есть ли у вас любимая цитата из Библии? А вот я привела одну из, не единственную, да. Какие-то есть, знаете, иногда они прям пачками приходят, какие-то есть сюжеты некоторые. Например, я очень люблю и часто привожу в работу с клиентами и студентам нашим сюжет про расслабленного, как друзья принесли, и про то, что мы часто сами такие расслабленные, и нужны люди, которые просто в какой-то момент тебя возьмут, когда я была сейчас на операции два месяца назад, я знаю, что огромное количество людей молилось, и я прям понимала, что, ну, я прям это заранее знала, заранее просила, и осознанно понимала, что я сейчас как такой расслабленный, я точно буду вообще в никакой кондиции, и просто надо, чтобы люди, те самые друзья с доброй интенцией, которым про меня важно, они просто бы взяли и держали. Я на это уповала, я понимала, что, ну, вот они сейчас меня держат перед Богом. Ну, все. Это один из таких, ну, скорее, не цитат, а любимых образов, да, вот, не единственный. Спасибо большое за то, что поделились с нами своим опытом восприятия Христа и раскрыли всю неоднозначность вопросов, которые мы задаем, и всю субъективность ответов. О, как вы завернули красиво, да, спасибо, Алексей, так. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк. Ссылки на все те проекты, которые упоминала Марина в нашем видео, вы найдете в описании. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели видеть в этом интервью, и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok